Три, два, один. Со старта собака тянет человека и вроде как помогает бежать. Все меняется пару-тройку испытаний спустя. С двухметровой высоты питомцы не спешат прыгать вслед за своими хозяевами. Приходится уговаривать, тащить или действовать хитростью. Сама не прыгай. В руки бери. Держи его. Прыгай. Там мелко. Все, давай, 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 давай. Молодец, молодец. Андрей Бобровка и его собака Стелла, суперагент, хоть и знали о соревновании заблаговременно, но решили принять участие только в Дениц. Вот проснулись и поняли, что хотят показать себя. Больше, я думаю, кайфанули все. Я и собака. Сложнее было, я думаю, мне. Она еще готова бежать, убежать. Для нее это ежедневная практика. Ростом не задалась. Как уговаривали? Да как. Бров на руки и переносил. Уговаривать особо не пришлось. Теперь, если ежегодно будет проводиться этот турнир, то, думаю, будем принимать постоянное участие. Юлия Горбачева и ее зверюга Боксюша участвуют вместе в каких-либо гонках впервые в жизни. Юлия очень рада, что песик хоть и дрожал большую часть пути у нее на руках, но очень помогал морально. Вообще сподвигли коллеги по работе, МЧСовцы, мы все с МЧС, они участвуют в командном забеге с хасками. А так как у нас все мои домашние собаки уже старенькие, решили выбрать его, он самый молодой. Ну не подкачал ни в чем, все препятствия прошли вместе, поэтому нисколько не жалею, что с маленькой собакой участвовали. У него выбора не было, но он всегда за хозяйку, он везде, всюду в огонь и в воду. Среди мужчин всех обошли сургутянин Алексей Карпухин и его хаски. Они преодолели дистанцию за 6 минут и 3 секунды. Этот тандем, кстати, еще раз прошел трассу в составе командных соревнований, причем улучшив результат. Среди дам победила гость из Нефтьюганска Ксения Рязанова и ее Метис. Им маршрут покорился за 7 минут 4 секунды. В командном зачете победил клуб Хаски 186, второе место у МЧС, бронзовый результат у группы КМС. Мне нравится, как реагируют люди, обратная связь от людей, очень интересная, хорошая, позитивная. И я вижу неподдельные эмоции, довольные люди, счастливые собаки, мокрые. Вот как раз такие вопросы преимущества, когда собаку несут на руках, либо она бежит впереди. Нам самим это интересно. А уж как интересно было многочисленным зрителям, которые неустанно щелкали фотоаппаратами всю гонку. А это значит, что на следующий год есть смысл снова рвать когти и конкурентов на таких же забегах с препятствиями. Состав участников, кстати, расширят. Пустят побегать и попрыгать и детей, и подростков. Екатерина Любешева, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости.